Всем привет! Сегодня хочу рассказать про интересное зарядное устройство от горячо любимой мной фирмы Nightcore. Устройство называется UGP-5 и предназначено оно для зарядки аккумуляторов для камер GoPro. Вот такое вот устройство. И это устройство заряжает аккумуляторы для камер GoPro Hero 5, Hero 6, Hero 7 и возможно даже когда-то в будущем будет заряжать Hero 8, кто знает. Зарядник выполнен вот в таком достаточно интересном с моей точки зрения дизайне. Даже может быть несколько вычурным, но мне в принципе нравится. Зарядник двухслотовый, то есть одновременно заряжает две батареи и имеет интегрированный кабель USB. В общем-то это очень удобно в том контексте, в котором я его использую. То есть позволяет очень оперативно батареи внутри рюкзака, внутри сумки, в поле, короче говоря, без лишних усилий заряжать от повербанка. Корпус имеет относительно немаленькие габариты 97 на 50 на 27 миллиметров. Ну, казалось бы, да, для зарядки таких аккумуляторов можно было бы сделать корпус и покомпактнее, но в данном случае размер оправдывается тем, что устройство имеет достаточно удобный форм-фактор и достаточно богатый функционал. Есть дисплей, есть интегрированный USB кабель несъемный, удобно укладывается вот такой вот органайзер, можно сказать. На резиновых ножках выполнено устройство из очень качественного пластика, естественно. Устройство достаточно непростое, работает по интересным алгоритмам, можно сказать умным. Если стандартно камера GoPro заряжает свой аккумулятор порядка двух, даже больше часов, то вот это вот устройство заряжает один или два аккумулятора без разницы за полтора часа. Устройство заряжает батареей током 750 миллиампер. Скорее всего, это максимально допустимый ток зарядки для этих батарей. И благодаря тому, что устройство дает максимальный ток, соответственно, мы имеем минимальное время возможной зарядки. Данное устройство заряжает батареи по достаточно непростому алгоритму. Во-первых, сначала батарея тестируется по внутреннему сопротивлению, на дисплее выдается ее кондиция. То есть в хорошем она состоянии или в плохом, либо вообще батарея не может быть заряжена. Батареи заряжаются по алгоритму так называемому CC-CV, то есть в начале зарядки контролируется и обеспечивается максимальный ток заряда. И к окончанию зарядки ток снижается, заряда устройство обеспечивает оптимальное напряжение. То есть для данного аккумулятора это напряжение 4,2-4,4 вольта. И благодаря вот этому вот алгоритму, этому переходу от контроля тока контроля напряжения достигается наиболее оптимальный и наиболее щадящий режим заряда для этих литиевых батарей. Посмотрим, как устройство работает. Подключаем его к повербанку. Устройство запустилось. Давайте загрузим в слоты батареи. Информация по слоту 1. Состояние батареи хорошее. Вольтаж 3,6 вольта зарядки. Забрала батарея 16 мАч. 744 мА ток зарядки. По второму слоту 3,7 вольта. Состояние батареи хорошее. 748 мА ток заряда. И забрала батарея 19 мАч, 20 мАч. И здесь показан прогресс индикатора заряда отдельно по каждой батарее. Вся выводимая информация позволяет быть уверенным в качестве своих батарей. Понимать, насколько батарея заряжена. Можно ли продолжить ей пользоваться, либо нет. В конечном итоге некое спокойствие вселяет в оператора. И я сейчас во втором слоте поменял батарею на почти полностью заряженную. И мы видим, что сейчас ток заряда на втором слоте упал до 139 мА. Но зато четко стоит вольтаж 4,3 вольта. Это как раз то, о чем я говорил. Режим заряда сменился с режима контроля тока на режим контроля напряжения. Первый слот у нас заряжается максимальным током 3,7 вольт. А второй слот у нас сейчас заряжается 133 мА. Это не максимальный ток далеко для этой зарядки. Но зато четко держится вольтаж 4,3 вольта. Данным зарядником я уже пользуюсь достаточно давно. Видно, что у меня дисплей так поцарапался. В общем-то пластик достаточно мягкий. Хотя царапин на самом корпусе, как ни странно, не видно. Ножки, я могу сказать, что вот эти вот, они приклеены не очень качественно. И у меня они уже отрывались. Я приклеиваю их на место периодически. Вообще мне будет жалко их потерять. Будет неустойчиво стоять на столе. Противно достаточно будет качаться. По самим слотам. В принципе, для меня, в общем-то, так и не стало очевидным почти за год использования, как правильно сюда вставлять батарею. То есть, ну, я пытаюсь запомнить, да, что надо вставлять так, чтобы усик, например, загибался вниз. Но в целом, даже когда туда смотришь, внутрь расположение контактов и расположение контактов на самой батарее, как-то, ну, не очень прозрачно. И если вставлять батарею правильно, она туда уходит до конца. Если вставлять батарею неправильно, она как бы немножко не садится. Ну, и в целом, да, можно, в общем-то, тем не менее, батарею вставить неверно. Заряжаться она не будет. Если проконтролировать грамотный дисплей, то вы всё поймёте, конечно, сразу. Но если это делать как-то там в попыхах, то вот, ну, к сожалению, такой гарантии чёткого попадания правильного нет здесь. Мне вообще слоты эти не кажутся слишком удобными. Например, родная батарея вот эта заходит сюда туже, чем вот эти мои телесиновские батареи. Ну, не знаю, с чем это связано. Тем, что она потолще немножко, конечно. Ну, и выходит, соответственно, она с каким-то большим усилием. В общем, мне это не очень нравится. Но, вообще, конечно, это придирки. Потому что, ну, контакт там внутри очень хороший. Заряжает она классно. Никаких проблем у меня с тем, чтобы как-то контакт разошёлся. И как-то батарея не зарядилась за нужный срок. Никогда не было. Пользуюсь постоянно. Практически уже год я им. Заряжает она как оригинальные батареи, так и неоригинальные. С одинаковым успехом. Имеет вот такой красивый дизайн. Достаточно качественно изготовлено. Очень плотно собрано. Достаточно качественный пластик. Он поцарапался дисплей. Хотя, в общем-то, я достаточно аккуратно им пользуюсь. Отклеиваются периодически ножки. Ничем не защищены, к сожалению, слоты для батареи. И, в общем, я немножко переживаю, что сюда может в какой-то момент попасть какой-то мусор. Может быть, было бы лучше, если бы были сделаны какие-то крышки. Защитные или просто крышка здесь какая-то задвигалась бы. Но чего нет, того нет. Но, тем не менее, устройство очень интересное. И пользоваться ему достаточно удобно. Намного удобнее заряжать им, чем заряжать, естественно, батареи через камеру. Потому что можно снимать на одних батареях и заряжать одновременно другие. В общем-то, у меня в поездках это устройство постоянно. И показало оно себя достаточно хорошо. Ну, в принципе, чего можно было еще ожидать от такого, в общем-то, известного и хорошего производителя. Надежного. Как ни странно, сейчас на это устройство, в общем-то, очень неплохая цена у китайцев. Поэтому, если нужен зарядник хороший для вашей камеры, то могу посоветовать. И пользоваться им будет удобно. И не только удобно, и приятно. Это устройство все-таки дает оператору некое душевное спокойствие. Вы уверены в кондиции своих аккумуляторов. В принципе, более-менее точно прогнозируете время съемки на тот или иной аккумулятор. Ну, и вовремя принимать решение о замене и покупке новых аккумуляторов. Если снимаете много на GoPro, однозначно, очень-очень-очень неплохая покупка. Это все, о чем хотел сегодня поделиться, что хотел рассказать. Не забывайте ставить лайки. Пишите в комментариях, какими зарядниками пользуетесь вы. Если кто-то еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. Спасибо за просмотр. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok